В селе Юровка первая остановка. Неделю назад жители улицы Кубанской были на личном приеме главы. Одна из проблем, которую они попросили решить, сделать ямочный ремонт дороги. Юрий Поляков заехал лично проверить, как выполнено его поручение. Работа сделана качественно, жители благодарны. И, пользуясь возможностью, попросили отремонтировать еще и переулок Анапский, по которому после дождя не то, что пройти, проехать невозможно. Юрий Поляков в просьбе не отказал, этим займутся городские коммунальщики. А главе района напомнил о его обязанностях – поддерживать порядок на вверенной территории. Хутор Вестник. Здесь по поручению главы Анапы сделали ремонт здания, в котором располагается почтовое отделение. Покрасили полы и стены, оформили входную группу. Оборудовали пандус для маломобильных граждан. Однако Юрий Поляков не ограничился общим осмотром. Когда зашли вовнутрь, оказалось, что дверь пропускает холодный воздух с улицы, а крыша в нескольких местах подтекает. В первую очередь дверь входную, потому что она, гляньте, она все время у них открыта. Она будет новая. Не натопится, будет новая, отлично. И напомните, по шиферу займемся шифером, хоть эту часть надо заменить. А там надо вообще посчитать, сколько всего надо и заменить весь. Можем на профнастил. В хуторе Чикон глава не скрывает – работой доволен. Здесь подходит к концу строительство офиса врача общей практики. Все движется к благоустройству. По времени. Совершенно верно. По времени. По графику, я бы так сказал. В Новый год и сделаем. То есть на Новый год перерезаем ленты. Сто процентов. Внутри идет отделка помещений. Раньше амбулатория делила здание с детским садом. Теперь же в нем появятся дополнительные места для новых воспитанников. А жители получат новый офис врача общей практики. Большой, просторный, современный, оснащенный, соответствующий всем санитарным правилам офис врача общей практики, где они могут получать квалифицированную медицинскую помощь, получать физиолечение, получать вакцинопрофилактику. Это очень важно. Сюда смогут обратиться не только жители Чикона, но и соседних населенных пунктов. Возможно, это стало благодаря тому, что в этом году Анапа вошла в краевую программу развития здравоохранения. Великое дело, что край дал деньги, губернатор уделил внимание всему этому, этой программе, которая по краю. Ну и нам повезло, что в нашем муниципальном образовании подходит к финалу такой объект. Глава отметил необходимость максимально активно участвовать в краевых программах развития. Уже на следующий год по аналогичной схеме будет построен офис врача общей практики в хуторе Усатого Балка. Никита Бойко, Сергей Корабельников, Анапа-Регион.